Привет непрофессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Бубнов и мы продолжаем вести нашу команду Динамо к победам У нас произошло неприятное событие, да, мы первый матч свой проиграли проиграли Тереку 0-1 Дело в том, что в предыдущей игре лиги с Рубином наша команда заработала удаление Денисова Бюднер был за перебор желтых карточек дисквалифицирован Ну и в игре с Тереком, там после Кубка еще не отошли многие ребята и вот они, ну провели такой, знаешь как, сложный матч был, моменты свои не реализовали, привет Сашуля такой, да, вот, и вышли на матч с Тереком, в итоге в концовке пенальти заработали Грозницы и они его забили, да, вот, поэтому мне нечего сказать, я игроков наругал, я сказал, вы не профессионалы, так играть футбол нельзя, да, вот, и следующая игра у нас со Спатаком, со Спатаком, Спатак, конечно, в этом матче будет фаворитом, но, скажем так, состав у них, состав у них, они, кстати, тоже после поражения у них кубок, в кубке они проиграли и у них сейчас еще игра с этим же Амкаром, но уже, но уже в рамках пример, в лиге, то есть они играют завтра, завтра мы посмотрим, как сыграет Спатак, ну, естественно, матч это создать не будем, ну, просто посмотрим на результат его и потом уже перейдем к составу Спатака, будем смотреть, кто нам будет противостоять, ну, и вот так вот, Спатак обыграл, обыграл Ламкар, причем 3-1, сделал это очень уверенно, здесь мы видим, что огромное количество каточек было заработано футболистами, Амкаро, ну, и Куинси Промес, главная звезда матча, Куинси Промес, главная звезда Спатака, ну, в принципе, так оно и есть, игрок европейского уровня, но он уже нуждается в отдыхе, у них, видимо, совсем замотали парня, вот, ну, тут, тут, конечно, Ребро, Пашевлюк, Таске, Бакетти, Дима Камбаров, Рамула, Глушаков, Промес, Шерлоков, Привет, Рома, так, Эвелин Попов и Шерлоков вместе были на поле, интересно, по какой расстановке они играли, так, ну, Спатака играл вот по такой расстановке с Поповым на фланге, Шерлоковым в центре, довольно интересно, вот, и Юра Мавсисиан на стрие, вот такая схема у Спатака, плюс на замену выходили за Луиш, Кирилл Камбаров, Евгений Макеев, да, ну, в принципе, тут довольно интересно Спатак играл, то есть не в контроль мяча, а, видимо, за счет дальних пасов, поэтому по владению он Амкара уступил, вот, хотя, 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 по ударам при этом превзошел, то есть Спатак мяч не держал, а Фарилл Амкар, довольно непонятно, да, ну, давайте статистику Спатака посмотрим, тут видно, что Рома Шерлок, ну, Рома Шерлоков, кстати, сыграл лучше, чем обычно, судя по передачам, правда, все равно брак у него высоковат, высоковат, да, ну, Мавсисиан неплохо смотрелся, Макеев, да, вышел на замену, хорошо сыграл, Грушаков неплохо, ну, Парамеса брак большой, но голы забивает, моменты свои использует, в принципе, Спатак хороший футболист, естественно, Спатаковцы вышли на первое место после этой победы, посмотрим на их футболистов по пол, да, который вообще по-хорошему плеймейкер, да, но там его Ромочка Шерлоков вытеснил, да, и поэтому Ювелин играет слева, наиболее часто, да, он выходит слева, потому что справа там Промес, вот, ну, опасность, конечно, представляет, уже забил 4 гола, 3 голевых паса, то есть играет очень здорово в этом чемпионате, дальше идем Промес, ну, у Промеса, правда, был с Амкаром только первый гол в сезоне, но 4 голевых паса, кстати говоря, у Попова, ну, 76% точных педаль, что Промеса 74, ну, Промеса пока еще не вышел на свой уровень, но он может это сделать, так, Ребров, Ребров 7 сухарянов оформил, вот так, Рамула, ну, Рамула здесь уже не тот, что был когда-то, да, но тем не менее, тем не менее, Рамула, ну, скажем так, свою работу именно такого, знаешь, вообще он опорник, вообще он опорник, видимо, в паре с Глушаковым, он действует именно на позиции опорника, вот, ну, у него, у него, так, и 33 отбора сделано, вот, тут можно посмотреть на отборов за матч, сколько, ну, где-то, я не знаю, 5, может быть, отборов за матч он делает в среднем, это не так много для опорника, но Спатак с двумя опорниками играет, вот, и, ну, скажем так, процент брака в передачах высоковат для позиции Рамула, Таске, ну, Таске, знаешь, если здоров, а в этом сезоне 12 игр провел, в принципе, он неплохо смотрится такой, для ЧПТ России, неплохой защитник, Ромочка Широков, написано, 77% точных передач раздает, да, ну, капитан сборной России, понимаешь, да, вот, ну, 34 года, естественно, уже по скорости, по скорости ему тяжело поспевать за многими, да, ну, в принципе, 2 гола, 1 голевой пас, но для плеймейкера, говорит, Широков, говорит, у нас плеймейкер, плеймейкер, а 1 голевой пас он дает, что ли, елки-балки, плеймейкера нашли, спортаковского, дальше идем, паса Яковлев, но Яковлев один раз всего вышел на замену, сильно разочаровал, 53% точных передач, да он даже в кубке не играл, в кубке России, а у него травма, плюс ко всему был, что-то совсем, был перспективный игрок, сейчас уже, естественно, никаких перспектив, Зелуиш Форвард, таранного типа, такой-то аргетмен, как говорится, ни одного, ни одной креста там в составе выходил на замену, но при этом имеет весьма приличный показатель, 2 гола, 3 голевых паса, учись, Шуля Кокорин, да, называется Зотов, Зотов только 3 раза вышел на замену, не ключевой игрок в бакете, но тоже основной центральный защитник, как и Таски, пасовать ему нужно, конечно, поточнее, но в остальном, в остальном это уровень чемпионата России, если бы он был тот самый в бакете, да, который, который был несколько лет назад, то вот это было, конечно, страшно для соперников Спартака, Сергей Брызгалов, ну это, сами понимаете, тоже игрок такой, вынужденно выходящий на поле, 3 матча провел, 3 матча провел, причем основная позиция указывается у него центральный защитник, но с ростом 181 сантиметр играет центрального защитника, но это сложно, это сложно, это нужно обладать безукоризненным выбором позиции, не 13, там должно быть, а 18, да, 19, концентрацией высочайшего уровня, да, высотой прыжка, игрой головы, но это, видишь, этого нет у Сережи, это с головы, поэтому он в запасе сидит, да, дальше идем, Тина Коста у них в аренду, в аренду там, Денис Давыдов, вот он, русский Месси с выносливостью сейк, не футки, а плавки, а от Месси, один, один раз его появился на поле, даже в кубке в составе не выходил, представляешь, то есть, естественно, в аренду надо сдавать этого русского Месси, да, чтобы он, может быть, хоть чему-нибудь научился, ну, во-первых, физические данные, с такой выносливостью ты в составе не будешь никогда, Денис, понимаешь, да, никогда не будешь в составе, 7, это очень мало, физически он не так сильно развивает, ему, конечно, не нужно быть сильным, да, ну, скорость, ускорение у него есть, но выносливости нет, если бы у тебя выносливость была 15-го, уже бы, понимаешь, мог бы играть, и играл бы в составе, потому что в чемпионате России с такими показателями вполне можно выходить, потому что Давыдов может и голевые передачи раздавать, у него все есть для этого, да, и плюс ко всему, ну, по-хорошему, по-хорошему игрок, владеющий дриблингом, да, вот, ну, что странно, Давыдову, Давыдову нарисовали дриблинг и технику 15, а Ташаеву 10 нарисовали, понимаешь, вот, вообще, игроки, ну, примерно одного технического уровня, да, ну, Давыдов, не знаю, то ли слишком распиаренный какой-то, то ли что, ну, 15, ну, хорошо, если вы ему рисуете 15, то давайте Ташаеву тоже 15, а вы же этого не делаете, да, и вы делаете, что Давыдов у нас лучше, чем Ташаев в оба гаража идет, ну, возможно, но не на, но не на 4 и не на 5 единиц он владеет, да, просто тут его сделали уже, не знаю, практически, ну, завысили, дело говоря, Ушаков, опорный полузащитник, стартовый тоже игрок, не отмечался с ажистративными действиями, но ему это, в принципе, не нужно, его задача это пасовать точно, но он пока тоже с этим не очень справляется, но, в принципе, делает отборы, да, поэтому претензий нет, Гранат тоже рассматривается как баспортист, скорее, два раза всего уходил в статовом составе, но один голевой пас, хотя процент точных передач у него кошмарный, 69% для защитника, это ужас, но Гранат играл когда-то за Динамо, ну, больше всех игр он провел именно за московское Динамо, 190 игр, видишь, Владимир Гранат, мне бы, в принципе, не помешал бы такой защитник, и он бы у меня был статовым, естественно, игроком вместе с Дьяковым, но видишь, как, к сожалению, Владимир ушел в Спартак, и сейчас я на него рассчитывать не могу, у меня, естественно, бы игровую практику получал, в принципе, у него показатели для центрального защитника хорошие, очень хорошие, есть, ну, выбор позиций 13, средний для чемпионата России, концентрация 13, есть скорость ускорения достаточная вполне для чемпионата России, выносливость есть, опека, отборы есть, но игра головой разве что слабовата, но это поправимо, это поправимо, там есть кому головой сыграть, но я был бы рад, если бы Гранат у нас был, дальше идем, Дмитрий Каюмов, без практики остается, ну, вот тоже, отдайте его в аренду, что он у нас там, 20-е годы, ну, он уже все, потерян, потерян. Димочка Камбаров, ну, это отдельный разговор, отпекать, отбирать не умеет, он выносливый, конечно, как лошадь бегает, я уже много раз об этом говорил, два гола забил, он пенальти у них исполняет, так, три голевых пасса, ну, видимо, навешивает, да, Димочка у нас, мастер навесов, навесу 16, да, ну, видишь, как, честно говоря, с концентрацией 10, с выбором позиции 9, ему на позиции защитника делать особо нечего, но его выставляют, при этом его братишка, Кирюша, да, выбор позиции 14, концентрация 14, опека 12, если бы он так играл бы, да, если бы он так играл бы, да, Кирилл Камбаров бы не затерялся бы, понимаешь, ну, тут тоже завышения какие-то непонятные, ну, сроду Кирилл Камбаров на таких показателях не играл, тут вот на него так посмотришь, ты думаешь, идеальный правый защитник, идеальный, но на самом деле Кирилл Камбаров даже близко так не играет, и у него нету, ну, ну, настолько высоких показателей, что издеваетесь, что ли, Александр Козлов, форвард, когда-то был очень тоже перспективным, но, видишь, зарос, стал напоминать этого из Игры Престолов, Сэма Тарли, да, но Джона Сноу у тебя нету, Козлов, поэтому играешь плохо, один матч всего вышел на замену, там, не знаю, на полторы секунды, наверное, ничего не успел сделать. Евгений Макеев, крайний защитник, да, которого Валера любил вставить в центр, ну, он, естественно, крайний, кораек, вот, три матча в основе, пять вышел на замену, раз, ну, ничего же это время не показал, средненькость себя проявляет, ну, я даже не знаю, ну, не писал, в принципе, говорит, Сашас, Женя говорит, униписал. Митрюшкин, Митрюшкин не выходил, так, Юра Максисян, шесть головов за один с матчей, не сказать, что это выдающийся показатель, но, в принципе, неплохие, да, Юра демонстрирует, 15, в завершении атаки, ну, в принципе, опасный форвард, его нужно будет опекать, это, естественно, Владимир Обухов, один раз вышел в старте, один раз на замену, вот, четыре раза на замену, но уже гол забил и голевой пас отдал, то есть, очень перспективный игрок, им, естественно, все интересуются, Анжи и Уфа им интересуются, ну, не знаю, купят ли они его, или нет, но для него, для Обухова, конечно, важно сейчас сыграть, 23 года, это, знаешь, пик, ну, не пик этого, своих способностей, да, но это, знаешь, самый такой период роста, это период роста, если ты сидишь на скамейке в 23 года, то ты свою карьеру гробишь, потому что тебе в 23 года надо играть, на скамейке можно посидеть, знаешь, 18, 19, 20, 21 год, все, потом уже или идешь в аренду, но тебе нужна игровая практика вот с 21 до 24 лет, да, обязательно игрок должен играть, регулярно причем, причем регулярно, заметьте, да, ну, вот, Обухов уже 23 и он, знаешь, как, тем более, тем более форварду, форварду, это очень важно, форварду, игроку атакующего плана, да, инсайду, вингеру, они должны играть, защитники, опорники, с ними другая история, да, они, в принципе, могут раскрыться и попозже, игроки центра поля, они могут и попозже раскрыться, они могут там и после 25 начать резко прибавлять, да, но вот именно форварды, именно свой самый период резкости, да, они должны расти в эти годы, а раз разбились двусторонняя паховая грыжа, он пока не играет его, поэтому особо рассматривать не будем, вот, ну, два гола, один голевый пас уже забил, не, отдал. Пас Шевлюк, правый защитник, 7 матчей в основе, 2 голевых паса, ну, Сережа, на него тоже большие надежды возлагались, говорят, вот это, это, говорит, Пас Шевлюк, там наша надежда, да, Спартаковская, капитан, ну, по большому счету, по большому счету, Сереженька Пас Шевлюк, его карьеру травмы сгубили, сгубили травмы, травматичный игрок это все, это уже, это уже крест можно ставить, да, на карьере, на серьезных скоростных физических показателях, то есть он уже, уже для большого, ну, для развития, для большого, он уже не годен, уже 26 лет, и он так и не сделал, того шага, который бы он на новый уровень перевел. Сережа Песяков в аренде в Анжи, так что его простим, ну, и снова Попов, мы уже его видим. Ко мне, ко мне Оленьевича в претензии предъявлял, по поводу того, что я сам бой поссорился, да, говорит, не имею, говорит, право так с игроками общаться и так далее, и вот Сергей Макеев, не знаю, русский Евгений или нет, спрашивает, что я телевышу, этот матч имеет подоплеку личной неприязни, что эти слова, что и к другим, я говорю, что мне обращаться вообще к тем словам, я не вижу никакой вражды, никакой подоплеки. Похоже, что Дмитрий Оленьевич все еще пытается перейти на личности и задеть вас, насколько важно для вас и вашей команды не обращать на это внимания, и спокойно готовиться к предстоящей игре. Я уже сказал, что, я уже сказал, что, с чего вы решили, что я вышел из себя. Я полностью спокоен, елки-палки, вы что, опомнитесь? Можно смело сказать, что вы полностью провалили прошлую игру против Терека. Я скажу так, что результат заставит собраться на следующий. Что вы думаете, попался перед же со Спатаком? Ну, я скажу так, что мы должны чтить историю, тем более для меня и Спатака Динамо, это родные команды. Так, Спатак выступает выше всех ожиданий. Я скажу, что, я так же знаю, что мои игроки способны на многое. Я внесу коррективы. Я так скажу, что, а что, какое давление? У меня нет никакого давления. Я еще не настолько старый, чтобы у меня давление. Ну, и Оленьчик успокоился, говорит, что проблема с Бугновым у него давно в прошлом, что я проявился с самой лучшей стороны. Так, как спрашивают, что комментарии несут нотки снисхождения. Его похвала может быть исполкована как слегка унизительная. Я говорю, я думаю, что он искренен. Потому что мои игроки заслуживают аплодисментов, да, комплиментов. Поэтому Оленьчев, конечно, говорит, что плохо ко мне относится. Ну, крайне мере, было достаточно плохое отношение. Но потому что мы соперники, и это в порядке вещей. Но он профессионал, и для него, я знаю, что в первую очередь надо, ну, скажем так, чтобы команда показывала игру, да, для Оленьчева, это важно. Ну, и посмотрим, как... Для меня приятно с профессионалами играть. Ну, как мы видим, Спартак себе не изменяет, по той же схеме собирается сыграть. В принципе, мы тоже шерпизов особых делать не будем. Дадим еще очередной шанс дадим Кокорину, Сашуле, да, чтобы Сашуля, может быть, себя показал с какой-то хорошей стороны. Погребняк в запасе останется. Ну, я надеюсь, пока в мире, что Кокорин хочет хоть как-то забивать, хоть что-то показывать, да. Так, отсутствие Асбелиса. Я скажу так, что не важно, что там у соперника. Вы считаете, что мои игроки особо к этому, я говорю, что важно не отвлекаться от игровых установок. Ну, да, состав абсолютно такой же, как был в прошлой игре. Может быть... Так, Чикишев, ты мне что... Ух, всех надо опекать, слышишь? Всех, держи, всех! Ну, ты даешь. Ну, Парамес, конечно, надо опекать широкого, прессинговать только достаточно будет, так же, как и Попова. Ну, Попова, может быть, даже немножко отпустим. Хотя, прессинг нужен, может, дальним ударом забить. Так, Мавсисиана тоже держим, жестко отбираем. Парамеса тоже, естественно, жестко опекаем. Так, Пашевлюк может, ну, Камбарова надо слабую ножку и жестко тоже встречать, потому что навешивать он будет. Так, и по поводу своих игроков я скажу так, что несмотря на невысокий шанс на успех, мы должны порадовать своих болельщиков. Для болельщиков, ну, ребята, у нас, конечно, стараются играть для болельщиков в основном. Посмотрим, как эта игра будет складываться. Поменьше брака, побольше конструктива. Вот, и Бакетти фальтовая сразу каточку. Сразу каточку. Какой-то. Мешков молодец. Сразу желтая каточка для Бакетти. Это плохо для Спатака, потому что один из социальных защитников уже будет осторожничать все-таки. Хоть мы и на контратаках играем, но там, знаешь, чуть-чуть свалит и все. И проблемушка. Алексей Козлов на Губача. На Губача. Давай сразу по сути. Хорошо. Ионов. Ионов остается после травмы. Это хорошая новость для нашей команды. И ошибается Ребров. Хорошо. Повезло Спатаку, что там не было никого из наших. А то бы легко могли добить. Да, там допускают. Ну, неуверенно играет. И это, в общем-то, может нам на руку в этом матче сыграть. Алексей Козлов закрыл Ароналду, да, поэтому ему Евелин Попов не страшен. Он еще и подальше. Ой-ой-ой, как корень. Ну, елки-палки. Саша, забивать надо. Вот просто Саша. Саша, надо забивать. Понимаешь? Губачан на каточке это плохо. Он может заработать желтую. Так. Еще и Жиркову каточка. Ну, смотришь как. Арамула. Арамула устно предупреждает, да? Давай-ка каточку доставай. Такое судейство мне не надо. Губачан отыгрывает. Так, внимание. Ионов должен был играть. Парамес опасный удар был. Но обошлось. Ну, Саша Кокорин имел стопроцентный момент. Надо было забить. В чемпионате ни одного гола не забил Кокорин. Хотя я ему доверяю, я его пускаю. Понимаешь, говорю, Саша, говорю, играй. Давай, эти шансы даю. Он эти шансы не использует. И это меня, конечно, очень сильно, безумно огорчает. И я все-таки гораздо большего жду от Кокорина. Вот. Ну и... К сожалению, он меня разочаровывает. К сожалению, разочаровывает. Попух. Идет вперед. Так, тут Денисов. Не. Подшивлюк. Подшивлюк будет подавать. Промеса не держим. Промеса не... Я сказал держать. Говорю, Промеса, держать. Плотная опека. Нет этой плотной опеки. Бютнер. Ушное предупреждение. Ну, ладно. Да, елки-палки. Ну, сколько можно... Сколько можно нарушать правила? Я не знаю. Камбаром. Разыграл с Глушаковым. Жилков. Без нарушения. Отнимите. Ну, что вы там толпитесь? Отдай пас. Правильно. Ну, елки-палки. Не смог. Что-то, сутолока какая-то. Понимаешь? Ну, откройтесь сразу. Помогите человеку. Глушаков. Так, хорошо. Ионов. Пошел. Козлов уже открывается. Ионов. Ну, Козлов. Ну, что вы творите вдвоем? Два барана. Понимаешь? Это не Козловы с Ионовым. Это вам два барана. Понимаешь? Не могут разобраться на пятачке. Простом. Что и как делать? Я скажу так, что... Так. Так. Мы по-прежнему не потеряли шансов на победу, да? Ну, и сейчас я поговорю, конечно, с Кокориным. Я недоволен твоей игровой сегодня. Отвратительно, как всегда. Да? Денисов тоже. Игорь. Игорь. Отвратительно играешь. Так. Теперь. Теперь. У нас так. По сопернику. Ну, вот. Много, много играем жестко, да? Наверное, жесткий уберем с Камбарова. Жесткий уберем с Попова. Жесткий уберем с Широкова. Потому что сейчас мы, если будем жестить, так на красную карточку нарвемся. И тем самым сопернику подыграем. Ну, в принципе, по заменам я пока ничего менять не буду. То, что происходит, нас устраивает. Конечно, был шанс у Тококорина. Очень хороший шанс, который нужно было использовать, да? Ну, вот Саша. Саша не забил. Промес. Ну, там фланг берите. Почему Камбаров один? Ионов молодец. Подошел. Камбаров очень долго. Навешивал там, да? Глушак. Глушак. Играет на Румова. Так. Ну, хороший удар. Мог быть очень красивый кол. Так. Мы практически не создаем голевые моменты. Мы их создаем. Мы их не реализуем. У Кокорина, что, был не голевой момент? Он в штангу попал, перекладину в очередной раз. Ну, голевой момент был. Ну, вот еще один Кокорин удар. Но это не удар. Понимаешь, Саша? То, что ты делаешь, это не удар. Ну, Кокорин сейчас очень главный кандидат на продажу из клуба. Хоть и ключевой, казалось бы, игрок, да? Ключевой игрок. Но, видишь, как... Ничего не происходит. А к Залуишу у них выходит. Залуиш вместо Мавсисяна. Ну, тоже, что и было к Мавсисяну, тоже мы применяем к Залуишу. Так. Жесткий отбор. Слабая нога. Ну, естественно, с Мавсисяном мы все снимаем. Нам это не надо. Так. И что мы можем? Чем мы можем ответить? В принципе, в центре поля у нас порядок определенный наблюдается. Юра Жирков вот мне сегодня не очень нравится. Может быть, Ташаева имеет смысл выпустить? Так. Сюда мы выпустим Ташаева. Сделаем его раундойтером. Ионов в поддержке тогда пусть играет. И немножко мы изменим стиль игры наш. Может быть, Ташаев сможет как-то изменить ход матча. Вот он перехват делает. Хороший причем перехват. Бютнер. Хотя, его там я и опекаю, и прессингую. Так. Еще замены у Спартаковцев. Так. Брызгалов. Подожди. Брызгалов вышел в оподную зону. И Обухов появился. Вместо Ромочки Широкого. Да. Так. Тут нужно, значит, разбираться. Обухов АПЦ. Поэтому мы ему слабую ножку укажем. И попросим его пессинговать. Вот. Так. Ромочку Широкого уже не надо пессинговать. Он там на скамейке сидит. Его там нужно не прессовать. Глушака тоже убрали. Но Глушак он, знаешь, более атакующий, нежели брызгалов. Вот. Так. Что до наших игроков? Кокорин. Кокорин. Не знаю. Погребника. Ну, пока рано выпускать Погребника. Я думаю, на 70-й минуте мы там посмотрим по заменам. Что и как. Вот. Но пока Спартак давит. Да. Бютнер. Бютнер плохо. Но мы контратакуем. Нам, в принципе, нужно ловить Спартак на ошибках. Ну, вот сейчас Ионов не стал ловить Спартак на ошибках. А просто мяч пропустил мимо себя. Не поборолся. Так. Козлов хорошо. Разрушил комбинацию соперника. Ну, просто разрушитель. Так. Общение с командой. Сконцентрируйтесь. Нам сейчас не нужно допускать ошибок. Так. Мне Денисов сегодня не нравится. Денисов не нравится. Мы его сейчас поменяем. Так. Денисов. Значит, ты будешь действовать. Вместо Соснина. Так. Мы сейчас тебя с Зобниным поменяем. Центрального полузащитника. Валеру Шаламутина выпустим в оподную зону. Он там должен справляться. Ну, и я думаю, что Игорь тоже должен что-то делать. Что-то менять. Что-то решать. Да. Сашу Кокорина. Ну, давайте на 80-й минуте там, если ничего не случится, выпустим погребника. Потому что Кокорина сегодня не видно. Ну, вернее, было видно, да. Но он там допустил ошибку. Не забил смертно. Так. Ну, и давай Пашуню. Пашу деревяшку. Таргет-мэра нашего великого. Выпустим. Так. Теперь по... Что касается инструкций, да. Играть через фланги. И... Так. Нет. Не надо. Навешивать. Ну, навешивать. Надо навешивать. Так. Смешанные пасы теперь пойдут. И... Будем играть через навесы. Принять изменения. Погребняк. Можешь больше. Я в тебя верю. Навесы на погребняка. Не знаю, насколько это будет оправдано. Так. Бютнер получает горчичник. Так. Что у нас тут? Бютнер. Ну, имеем шанс какой-то. Погребняк. Бютнер. Это не подача. Зобнин до мяча не достал. Денисов на Ионова. Ионов разворачивается. Удар. Но вот Рыбров поймал. Мяч этот, к сожалению, для нас. Ну, и к счастью для Спатака. Подшивлюк. Зелуиша. Зелуиша надо встретить. Не встретили. Не отняли мяч. Промес. Внимание. Бютнер. Так. Ну, это уже шаг отчаяния был от Промеса. Не знаю, что он пытался сделать. Бить, что ли он пытался. Но Габулов не настолько плохой вратарь, чтобы пропускать такие. Погребняк даже не прыгнул. Обратили внимание? Настолько врос в землю, да, что даже не прыгнул. Ну, то 0-0. Нулевая ничья такая скучная, казалось бы, да, со Спатаком. Но я скажу так, что это был просто не наш день. Потому что, ну, в принципе, Спатаку мы дали пару моментов. Поэтому у меня претензии к обороне были, да. Но у меня были также претензии и к атаке. То есть, и Кокорин опять плохо сыграл. Саша, так, если тебе даже скажу об этом. Ты, я не доволен тем, что видел сегодня. Саша, ты должен был это знать. Очень плохо сыграно. Ну, и видите, что у Спатака 14 ударов, один створ. Это тоже смешно. Лидер чемпионата России. Ну, кстати, мы со Спатаком уже так солидно оторвались от всех. Так что, я думаю, что задачу на сезон быть в первой половине таблицы мы выполним. Как бы там ни было. Вот. Теперь, теперь по матчу, да. По матчу, по пасам. У нас, да, на пятерку Губачан отыграл. Бютнер, Денисов, Зобнин, Соснин. Вообще 90% точно передачи. Вот ионов, слабовато, Жирков. Кокорин тоже не дотянул, не доработал. Саша Кокорин. Вот. Ну, у Спатаковцев тоже. Знаешь, игра вот была по качеству. По качеству. Достаточно неплохая. 80%. Даже больше технико-тактических делали, чем у Спатаковцев. Вот. И больше по проценту точных передач лучше были. В принципе, явный голевый момент там был, где Промес попал с внешней стороны в сетку. Но в целом, в целом, у нас тоже был явный голевый момент, где Кокорин попал в штамп. Так что ничья – это закономерный, справедливый результат. Да. Вот. Ну, и если так вот подходить, да, мне вот интересно по пасам, так, подожди, нет, по ударам. Кокорин, сколько ударов на Мерс? Кокорин, подожди, игроки, где Кокорин у нас? Это Спатак, мне нужна Динамо. Где Саша Кокорин? Ну-ка, давай посмотрим. Ну-ка, давай посмотрим, где Кокорин? Где Кокорин? Вот он, Кокорин. Так. Удары. Два удара, слышно, здесь. Один удар перекладина штанга. Другой удар вратарь потащил. Теперь, теперь удары не надо. Теперь пасы. Мне интересно. Так, подожди, передачи. Принятые передачи, да, видишь? Где Кокорин мячи получал. Ну, два раза возит штрафной, но это говорит о том, что ему нужно просто на блюдечке выложить, чтобы он завершал. Это значит, не доработки. Вот жирков, ионов, давай мы их тоже посмотрим. Наших... Та, не сюда. Наших... Как их называют-то? Ассистентов, да? Наших ассистентов. Жирков и ионов. Принятые нам неинтересно. Да, ёлки-палки. Ну, не сюда же ж. Принятые неинтересно. Вот, куда давали. Да, перехвачь на оранжевый. В штрафную эти ребята, да, не могли дать пас. Вообще не могли. То есть, вот, что они яйца катали. Процент брака у обоих высокий. Но при этом, при этом, они не смогли сделать, выполнить свою функцию. То есть, если вы... Знаешь, если у вас большой процент брака, значит, вы в штрафную, да, правильно играете. Но у вас ни один пас в штрафную не прошел. Ни один. Ни у жиркова, ни у ионова. Понимаешь? Вот так вот катать, это, знаешь, это любой может. Это любой может. Обострять ни одной обострящей передачи не прошло. Вот поэтому, я говорю, вот это и проблема, да. Причем, причем, у жирков, да, у жирков еще хуже сыграл. На порядок хуже, чем у ионов. У ионова хоть какие-то вот стрелки вперед идут, видно, да. Но у жиркова это просто какой-то кошмар. Вот он навешивает, 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 и ничего, понимаешь. Ну, знаешь, если ты... Это пасы, да, это идут, подожди. А навес тут учитываются. Навес тут учитываются. Подожди, навесы. Навесы. Ну, это навесы точные, перехваченные. Ну, это навесы, видишь, тоже неточные. Там с угловых были навесы точные. У жиркова. У ионова. У ионова два было навеса, оба перехваченные. То есть, видишь, не смогли справиться. Выполнили основку тренера. Вот два игрока наших, креативных. Потом выходит Ташаев. Выходит Ташаев. Что делает Ташаев? Давай посмотрим. Принятые нам неинтересно. Вот что делает Ташаев, да. Один навес какой-то, или что это был? Это был навес. Перехваченный. Все. Понимаешь? Все. Вот вам, пожалуйста. Вот наши креативщики, да. Фланговые игроки, которые должны это все делать, да. Но они этого не делают. Они этого не делают. И так как нужно делать, они не обостряют. Положение, например, в Лиге выглядит вот так. В принципе, ничего особо удивительного. Спартак, Динамо, ЦСК, Локомотив, Зенит в лидерушей группе. Урал довольно высоко находится. Это отмечаем, да. Ну и внизу тоже. Ну, Таубин. Рубин очень плохо. Сегодняшняя победа у Рубина. Такого низкого уровня нет ни у кого. И минус 14. Разница забитых, пропущенных у Казанцев. Что-то они в этом году серьезно-серьезно сдали. Да, дальше смотрим по поводу того, по шоким матчам. Габулов у нас лидер. У нас, в принципе, оборона. Оборона одна из самых, пожалуй, достойных. Вот статистику мы видим, да. Так. Минимальное количество, что это? Пропущенных мячей. Да, видишь, мы 4 мяча все пропустили в Лиге. Зенит 5, Спартак 6. То есть, в принципе, первая и третья обороны друг с другом играли. Поэтому забивали. Так. Теперь по поводу максимального количества, да, голов. Спартак лидирует. Мы только на четвертом месте по забитым голам. Мы не так много забиваем. Это без вопросов. Но все-таки, все-таки наша команда неплохо смотрится по владению мячом. Зенит лидер. Амкар на втором месте по владению. Ты представляешь? Вот мы следующий матч с ними играем. Мы там уже и посмотрим. Потрачено на трансферы. Зенит больше всех потратил. А у нас-то сколько перепуток. Мы никого не покупали, елки-палки. На трансферы мы потратили. Что это? Зенит. Зенит. Газинского пригласил. И Фельцова. Понимаешь? А тут написано, что Динамо потратилось на трансферы. А у нас какие? Подожди. Может быть, без меня кого-то купили? Так. Подожди. Что я оттанчиваю? Ну, никого не купил. Мы только Максименко продали в Уфу. И все. Больше мы никого не трогали. Вот. Значит, дальше у нас предстоит матч с Амкаром. И вот потом с Зенитом, наверное, на игре с Петитбуссами. Мы в следующий раз с вами увидимся. Вот. Как-то сможем, я надеюсь, показать. С правильной стороны выиграть этот матч. К тому же, тут уже до зимнего перерыва осталось совсем чуть-чуть. Несколько игр. Вот. И я надеюсь, что вы будете смотреть. Лидеры нашей команды. Вот они. Лучший бомбардир Покребняк. 4 гола. Лучшая оценка Бютнер. Лучший ассистент и Бютнер. 5 передач. Лучшая точность Маргунов. 86%. Пятерка. Бютнер, игрок матча. Лучший. Том же по каточкам. Одна красная у Денисова. Вот. Что я могу вам сказать. Напоследок, да, серия следующая выйдет. Сразу после того, как это наберет 250 пальцев вверх. Как минимум на Ютубе. Да. Я надеюсь, что вы поддержите ее профессиональными лайками. Да. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи и до свидания. До свидания.